ВИРУС Хотя далеко не все ученые считают вирусы живыми. Вирус – это такой мешочек с белками, который может лежать себе в сторонке много-много лет, не подавая никаких признаков жизни. И вдруг в какой-то момент, случайно прилепившись к нужной поверхности, срабатывает механизм внедрения, и вирус как шприц впрыскивает содержимое своего ДНК в подходящую бактерию. И уже внутри вирус начинает делать множество своих копий. То есть он работает как принтер. Свои детали он печатает попеременно, а сборка происходит уже внутри клетки. Готовые вирусы в сборе выходят и захватывают новые объекты, а иногда, как в случае вируса иммунодефицита человека, он собирается уже после выхода. Поражая другие клетки, вирус занимается тем, что называется горизонтальным переносом генов. Что это такое? Вот если бы вы были вирусом, подошли бы к соседу, взяли бы его за руку, и он наполовину стал бы похож на вас. То есть вы бы были родственниками из-за одного прикосновения. И так вирусы могут поселиться во всех живых существах на Земле, включая растения, грибы, бактерии и даже другие вирусы. В отличие от бактерий, вирусы обнаружили на два века позже. А все почему? Просто не очень маленькие. Бактерия примерно в сто раз больше, чем средний вирус. И что важно, мы знаем, как с бактериями воевать, а вот на вирусы антибиотики не действуют. Поэтому в Африке сейчас свирепствует разбуженный вирус лихорадки Эбола, который похож вот на такие макаронины. Однако Эбола по воздуху не передается. Нужно специально контактировать с больным, чтобы мешочек смог прикрепиться и впрыснуть свое содержимое. Но не все вирусы похожи на макаронины. Есть спиральки, многоугольники, как у ротовируса, или цветочки, как, например, вот этот ВИЧ. С помощью фиолетовых бутончиков он прикрепляется к другим клеткам. А некоторые вирусы специально создают себе дополнительную защиту – бронежилет. Так делают грипп и герпес. Все известные на данный момент вирусы помещены в специальную картотеку. Всего в картотеке Международного комитета токсикологии и вирусов насчитывается 6 порядков. И среди них есть и наши друзья. Их называют бактериофагами. Это вирусы, которые воюют с болезнетворными бактериями на нашей стороне. Субтитры создавал DimaTorzok